здравствуйте я врач фитотерапевт диетолог борис скачко автор десятков опубликованных научных статей автор более 50 опубликованных книг и брошюр автор сотен видео в интернете только на моем канале youtube более 650 видео которых вы узнаете что такое правильное питание как правильно пить воду как правильно вести здоровый образ жизни в тех уникальных условиях которых вы живете вы узнаете что такое профилактика и насколько она важнее для вашего здоровья чтобы не попадать на лечение как правильно проводить лечение средства официальной медицины народными средствами но в этом видео я хотел бы затронуть очень важную тему как же правильно пить воду летом и какую правильно пить воду летом потому как летом я в большей мере гидротерапевт чем диетолог потому как вода летом значительно важнее чем еда и просмотрев это видео до конца вы узнаете почему летом еда это всего номер два а вода это номер один вы также узнаете как правильно пить воду летом ну и какую воду летом пить правильно смотрите видео дальше почему же летом вода становится номер один а еда становится уже номер два ну если летом как и весь год температура окружающей вас среды находится в диапазоне 18 24 градуса по цельсию без проблем если вы при этом реально здоровы они ощущаете себя здоровым это две большие разницы как говорят в одессе вы все значит делаете правильно и вам ничего менять не нужно а вот если температура окружающего вас воздуха стремится подняться выше 24 градусов в этом случае больше требований к системе охлаждения вашего организма и в этом случае вода как основной теплоноситель становится номер один потому как без нее охлаждение невозможно нечего испарять с поверхности кожи и органов дыхания и ваша жизнь начинает легко перегреваться а вот вся еда вся без исключения любого происхождения растительного либо животного становится номером два потому что вся еда нагревает ваш организм и вся вода охлаждает и неважно жиры попали в ваш организм любого происхождения растительного либо животного они содержат примерно 9 килокалорий на 1 грамм достаточно много энергии и при этом повышают основной обмен это на 7 8 9 процентов то есть относительно немного жиры летом не очень логичны большом количестве их очень сложно съесть углеводы также в основном конечно это растительная пища они приносят в организм чуть больше четырех килокалорий и на 3-4 процента повышают основной обмен в этом случае также существенно организм не перегревается очень важно какие попадают белки ваш организм потому как белки и растительного и животного происхождения несут в себе более 9 килокалорий это достаточно много практически как жиры но примерно 30-40 процентов они повышают и основной обмен веществ и реально вот этих 9 килокалорий вашем организме остается энергии где-то примерно половина и несущественно фактически какого происхождения белки попали причем животного происхождения летом они предпочтительнее хотя и дольше перевариваются относительно дольше потому как белки животного происхождения перевариваются пищеварительной системы человека значительно лучше чем растительного растительные перевариваются на 40 60 процентов и очень большой отход а вот это непереваренная часть достается как правило патогенной микрофлоре кишечника результатом чего вздутие живота урчание коликообразные боли выделяются газы запахом это свидетельство того что белки вы себе как бы ввели а достались они реально патогенной микрофлоре и вы обострили как минимум дисбактериоз кишечника как максимум подкормили еще глистовый паразитом который кишечнике тоже присутствуют чаще всего поэтому белки животного происхождения в данном случае лучше но правильно приготовленные и правильно употребляемые в этом случае вы находитесь в большей безопасности но в любом случае какого бы происхождения белки не попали в организм они нагревают ваш организм и чем больше белка вы ввели без белков нельзя без белков организм легко попадает даже летом депрессию попадая снижение работоспособности мужчины в тренажерном зале начинают вместо набора мышечной массы и терять у женщин развиваются другие ситуации пмс обостряется ни в коем случае не стоит не советую исключать во время беременности потому как ребенок очень активный потребитель и он не растением потребляет больше белки животного происхождения чем растительного они в большей степени нужны поэтому веганство вегетарианство жесткое во время беременности я бы советовал исключить полностью но если вы не рассчитываете что у вас там у женщины во время беременности вырастет не ребенок а вырастет какая-то фасоль или горох когда нужны растительные белки если все-таки будет расти ребенок то есть потомок человеческого рода все-таки животные ткани нужны животные белки и в этом случае нужно просто правильно разграничивать тем более что летом злоупотребление белками растительного происхождения при их плохом усвоении может легко обострить у кого подагру или напомнить что у родственников подагра была и вдруг вы летом вспомнили что родственники у вас жаловались на боли в суставах либо могут обострить солевой диатез а с выделением солей через мочеполовую систему может легко обостриться и цистит у ретрит у мужчин простатит то есть эти ситуации связаны с неправильным употреблением пищи и воды поэтому летом нужно очень аккуратно относиться к еде и правильно регулировать в случае если температура поднялась выше 24 градусов по прогнозу погоды вы это слышите лучше бы убрать из рациона напрочь красное мясо она больше всего дает белковых токсинов и больше требует воды на очищение крови на очищение организма который будет уходить через почки да в этом случае вы теряете некоторое количество тепла но ваша система терморегуляции будет страдать и будет конфликт вы вели красное мясо и конфликт либо почка выводить белковые токсины чтобы вы не погибли от отравления либо кожи и легким выводить тепло с водой чтобы не погибли от перегревания и то и другое плохо и как правило организм жертву почками жертвуют суставами потому как погибнуть от подавры человек сможет не скоро а погибнуть от теплового удара или от острой сердечной недостаточности из-за того что вязкость крови критически увеличил легко и быстро поэтому вода будет идти остатки воды будут выделяться через кожу и легкие пытаясь охладить ваш организм в том числе этого тепла который белки принесли а почки будут накапливать песочек камни лоханка показывая что концентрат белковых токсинов ну не смог полноценно уйти из вашего организма либо регулярное обострение цистита уритрита будет напоминать что эта ситуация происходит поэтому очень важно правильно комбинировать еду и воду и 24 и выше градуса вы убираете красное мясо 30 градусов в окружающей среде по прогнозу вы убираете белое мясо 33 градуса вы убираете и рыбу и фактически у вас остаются в рационе яйца и кисломолочные продукты почему лучше летом не молочные кисломолочные но хорошего происхождения потому как молоко переварится относительно долго и несмотря на то что вода там есть он умешает другим источником воды попадать ваш организм и вот здесь очень важно ускорить максимально процесс переваривания пищи а некоторые растительная пища исключая концентрированные источники белка то есть горох фасоль бобовые орехи семена все это нужно использовать летом реже я бы их вовсе исключил оставил бы их на более прохладное время года потому как воды они содержат себя очень мало а белка относительно много и вот этот дефицит воды резко возникает в организме может привести к неблагоприятным последствиям а из растительной пищи я бы советую использовать сочные фрукты овощи зелень ягоды которые содержание белка относительно низкая а содержание воды относительно высокая и в этом случае вы организм свой не перегреваете обеспечиваете охлаждение а вместе с охлаждением когда обеспечено охлаждение включаются еще и почки на очищение вашего организма в этом случае вы получаете все что вы хотите для вашего здоровья и организм находится в безопасности не перегревается а заодно он еще и очищается той водой которая содержится в этих продуктах растительного происхождения если вы будете вот так правильно комбинировать воду и еду поймете какой степени вам важны оба этих компонента и какой важнее в этом случае ваше здоровье будет в большей безопасности ну а как правильно пить воду летом вы узнаете прямо сейчас как же правильно пить воду летом основной показатель заблаговременно чтобы не попасть ситуацию когда уже поздно пить воду да есть такое хорошее выражение поздно пить воду когда почки отвалились до проблема есть но эта проблема растянутого времени если вы долго на протяжении жизни по чуть-чуть не допивали воду ничего страшного концентрируется шлаки обмена веществ не выделяются полноценно через почки до песочек камни пилонефрит почная недостаточность и вот здесь уже реально поздно пить воду вам показан гемодиализ а вот если вы летом вдруг не угадали с количеством воды под те погодные условия которые вас окружают вот тут возникает серьезная опасность потому как в разные последовательности могут появиться чувство жажды может снизиться потоотделение может появиться головная боль может появиться повышение артериального давления увеличение частоты сердечных сокращений нарушение со стороны нервной системы они могут появиться в разные последовательности и эти признаки показывают что вы уже опаздываете серьезно опаздываете с употреблением воды поэтому когда я говорю заблаговременно не нужно ждать этих проявлений да они летом возникают легко и свидетельствует об одном что вы давно уже неправильно пьете воду а первый признак о котором я всегда говорю он указывает на то что уже небольшой дефицит воды есть и пора бы все таки водичку в разных источников из разных источников выпить это сухость во рту у деток если вы слышите что детки играются рядом с вами вы не будете бегать каждый раз измерять артериальное давление все детки бегают она у них будет повышена вы не будете считать у них пульс если они ведут активный образ жизни в окружающей среде пульс будет частить это нормально но если детки обращаются к вам немножко хрипловатым голосом не таким звонким как было раньше или том что слизистая полость рта у них уже пересохла их пора перевести на другой более спокойный режим активности в этих условиях и после того как немножко успокоится дети успокоится система можно давать пить воду если ребенок вы прозевали немножко и чувство жажды у ребенка есть ему очень хочется пить воду чтобы не сорвать детское сердце которое еще растет и развивается нужно правильно утолить чувство жажды нужно не пить давать ребенку а взять какой-то кислый фрукт кисло-сладкого кислого вкуса и дать ребенку просто рассасывать его потому как быстро испивая воду ребенок может легко сорвать работу сердца и сосудов острое расширение сердца в данном случае не самый лучший вариант удовлетворение чувства жажды поэтому нужно удовлетворять жажду правильно она есть дальний фрукт побалуйте ребенка фруктом объясните штамм еще есть витамины и пока ребенок будет успокаивается и разжевывать этот фрукт употреблять водичку она частично будет сасываться и в полость рта ему уже будет легче а вы будете знать что вы правильно помогаете своему ребенку выйти из того не самого простого ситуации не самой простой ситуации который он попал по вашему небольшому недосмотру и это будет правильно а вот какую правильно пить воду летом не только в острой ситуации ну и в принципе для поддержания высокого уровня здоровья и для себя и для детей вы узнаете прямо сейчас после того как у вас регулярно получается правильно то есть своевременно пить воду летом для вас приобретают значение качество употребляемой воды и других источников жидкости иными словами если у вас появилась сухость во рту то это сигнал вашего организма что мобильный подчеркнул мобильные резервы воды в вашем организме на очищение крови и на охлаждение организма начинают заканчиваться неплохо было бы их пополнить и качество воды в этом случае имеет важное значение в том как вы ведете правильный образ жизни правильно сопровождаете свой организм достаточно непростых условиях летней жары если же вы ожидали что сухость во рту пройдет самостоятельно и дождались до появления чувства жажды то в данном случае качество воды для вас не имеет никакого значения а имеет значение только количество воды потому как качество отразится на вашем здоровье ну может быть спустя несколько дней если вода очень уж некачественные либо спустя несколько лет а количество здесь и сейчас потому как чувство жажды летом это один из признаков достаточно серьезного обезвоживания вашего организма и возможный вариант исход в тепловой удар если вы находитесь под действием прямых солнечных лучей или слишком жарко вокруг вас либо у вас напряженной работы сердечно-сосудистая система для вас имеет значение мощность сердца и прочность либо эластичность сосудов потому как если сосудистый тонус окажется слабоват а это больше характерно для женщин и упадет артериальное давление до головная боль головокружение потеряли сознание и при даже не квалифицированной медицинской помощи ситуация обратимая с небольшим недомоганием течение ближайших нескольких дней хуже если при мощном сердце не выдержит сосуды если там есть атеросклероз сосудов а это состояние может быть у мужчин после 30 женщин после 50 лет данном случае от того где находится атеросклеротические изменения сосудов зависит может развиться инфаркт либо инсульт принципе при своевременной медицинской помощи квалифицированной медицинской помощи ситуация также обратима но с некоторыми ограничениями по вашему образу жизни в зависимости от объема потерянных тканей значит на хуже если сосуды окажутся и прочными и эластичными и сосудистый тонус хороший и не выдержит сердце в этом случае развивается острая сердечная недостаточность выход из которой возвращение в состояние нормальное возможен разве что если около вас случайно или не случайно оказалась специализированная кардиологическая бригада только в этом случае они могут быстро оказав вам специфическую медицинскую помощь вернуть жизнь поэтому если у вас появилось чувство жажды хоть болотную воду пейте потому как от этих сосудистых либо сердечных проблем вы можете умереть любое время а от микробов которые содержатся в болотной воде да не вызовут острое отравление но у вас будет несколько дней на оказание медицинской помощи поэтому очень важно учитывать эти показатели вот до появления сухости во рту я бы летом не советовал пить воду потому как вашем организме если нет сухости воды так предостаточно и очищение идет своевременно и охлаждение нормально происходит без проблем если же вы будете заливать воду найти многие вот надо же побольше выпить воды побольше съесть фруктов и овощей да я вас прекрасно понимаю но вы перегружаете водой свой организм перегружаете возможности своего сердца и а бонусов по очищению крови либо по охлаждению своего организма не приобретаете потому как обмен веществ как шел таки идет количество конечных продуктов жизнедеятельности образовывалось примерно одинаковые чтобы пили избыточное количество воды чтобы не пили и очищение крови просто идет в большем количестве воды до вас больше образуются мочи вы активнее потеете но при этом никаких дополнительных бонусов не получили кроме как немножечко напрягли свое сердце и сосуды поэтому в данном случае эти показатели нужно учитывать и правильно сопровождать свой организм не самых простых условиях а вот как правильно отрегулировать систему питания и употребление воды в том числе учитывая качественные ее показатели вы узнаете прямо сейчас какую же воду лучше пить летом выбор источников воды летом наиболее широк вы можете продолжать использовать фрукты овощи ягоды зелень все они так или иначе содержат воду которую вы можете использовать для пополнения мобильных резервов воды в своем организме вы можете на их основе приготовить суп борщ щи компот узвар и с помощью этих блюд пополнять резервы воды в своем организме все зависит от вашего вкуса но некоторые любят пить просто воду так вот для водохлебов только летом появляется уникальная возможность с пользой для здоровья пить воду и между приемами пищи причем практически для всех и весной и летом и зимой и осенью есть только два приема пищи употребление воды между которыми приносит вам реальную пользу это кожи и завтра безусловно не после ужина а перед завтраком потому как перед завтраком у большинства желудок пустой и употребление воды приводит тому что вода легко проходит кишечник всасывается в кровь и вы резервы воды в своем организме пополнили больше того правильно подготовив воду перед завтраком вы можете улучшить и переваривание собственно завтрака переваривание пищи наберите на моем канале коктейль молотова вы найдете это видео узнаете как несколько рецептов как правильно использовать воду натоща но летом есть возможность правильно использовать для здоровья использовать воду и между другими приемами пищи для этого нужно правильно скорректировать рацион питания который диктует вам вот эту коррекцию диктует вам не я никто либо иной а погодные условия если вы понимаете каких погодных условиях какие продукты питания хорошие какие могут нанести вред ваше здоровье безопасность если не понимаете вы рискуете как правильно скорректировать рацион питания начале этого видео я сказал кто пропустил можете вернуться к началу прослушать его еще раз но в этом случае если вы правильно скорректировали рацион питания у вас время на переваривание пищи уменьшается а соответственно промежутки между прием пищи когда желудок пустой и вы легко можете пить просто воду они появляются в этом случае у вас есть возможность правильно пить воду но уже учитывать несколько очень важных показателей на первое место я поставил минерализация воды это очень важный показатель летом я бы советовал пить воды низкой минерализации чем меньше минерала будет попадать с такой водой между прием пищи но дистиллят пить не советую много чем меньше минерала в воде тем больше пользы для вашего здоровья почему все очень просто вы пьете воду с какими-то минералами и там растворены если нет осадков все остальное растворено вода с минералами попадает кишечник всасывается в кровь а дальше возникает интересная ситуация летом часть воды расходуется на работу системы терморегуляции это вода удаляется через кожу и органы дыхания с этой водой могут уйти только летучие соединения количество которых в обычной минеральной воде и в обычной питьевой воде а уничтожено мало что вы получаете вы получаете концентрирование то есть те соли которые были в минеральной воде их концентрация в крови стала выше а это говорит о том что вашим почкам не просто работать а пахать нужно для того чтобы попытаться очистить от этих солей ваш организм что вы получаете да вы пьете минеральную воду лечь из заболевания пищеварительной системы там желудочно-кишечного тракта печени поджелудочной может быть тех же почек а попадаете на обострение заболеваний почек или как минимум цистит уритрит простатит они на эту ситуацию с реагируют когда концентрат солей из минеральной воды будет выделяться с мочой поэтому минерализация воды очень важный показатель и чем меньше минералов будет в питьевой воде летом тем лучше для вашего здоровья а вот какой еще показатель нужно обязательно учитывать чтобы не попадать на проблемы летом я об этом скажу прямо сейчас еще один очень важный показатель количество микроорганизмов воде чем их будет меньше тем лучше и это важно в любое время года особенно в летние когда условия окружающей среды благоприятствуют развитию микроорганизма в воде и вы взяли исходно доброкачественную воду она у вас некоторое время постояла и стала не очень доброкачественной да бытует мнение что такую воду можно прокипятить и вы не отравитесь до острое пищевое отравление при этом не возникнет зато появится хроническое отравление токсинами которые оказались в этой воде потому как к тем экзотоксинам которые микробы выделяют в процессе своей жизнедеятельности такой воде появились еще эндотоксины которые находились внутри микроорганизмов и при термической обработке они оказались опять таки в этой воде вот это хроническое отравление будет подтачивать ваше здоровье поэтому летом если вы хотите пропить просто воду взяли бутылирную воду небольшого объема 250 300 миллилитров эта порция на один раз если вы взяли емкость большего размера соответственно это на компанию соответствующей численности литровая полутора литровая двухлитровая и больше емкости посудина с водой не для постоянного употребления потому как первый забор воды выпили реально чистую воду а дальше на на ее место зашел воздух которым содержится микроорганизмы они могут легко и просто размножаться в этих прекрасных для них условиях и степень опасности такой воды для вас только возрастает поэтому нужно использовать морской закон выпили воду съели пищу все что не было съедено и выпито за борт потому как летом в продуктах питания и в воде бактерии могут размножаться легко и просто а вот он уже использовать прямо перед употреблением подготавливать ее нужно прямо перед употреблением в этом случае компот борщ более безопасный потому как чистая вода плюс термическая обработка а в растительных продуктах есть клетчатка которая часть токсинов на себя и соберет вы в таком случае получаете более полезный продукт чем если вы взяли на непонятное качество воде это или чай заварили кофе относительно короткая термообработка может быть недостаточно для уничтожения части микроорганизмов поэтому это важно понимать и правильно использовать а вот как правильно сочетать режим питания и употребление воды вы об этом узнаете правильно сейчас почему это вам нужно не только зимой осенью весной и крайне важно летом как же правильно сочетать употребление пищи и употребление воды летом частично я уже ответил остановлюсь на основных моментах безусловно вода может попадать в составе продуктов питания если вы используете в большей степени сезонные овощи фрукты ягоды зелень вы получаете не просто воду а и витамины макро микроэлементы другие биологически активные вещества которые также нужны летом вашему организму для активации обмена веществ и самое главное активации очищения организма также вода летом может поступать между приемами пищи и здесь также наиболее широкий выбор вы можете использовать соки вы можете использовать фрукты вы можете использовать просто воду и в этом случае только в этот период года вода не нарушит процесс пищеварения если вы используете не ближе чем за час до еды ну и в оптимальном промежутке после еды когда еда переварилась для того чтобы еда переваривалась быстрее нужно правильно скорректировать рацион о чем я рассказал в начале видео и остался практически один не освещенный момент это аперитив потому как летом аппетит не всегда хорош и хорошо бы его все-таки раздразнить что использовать в качестве аперитива ну если на протяжении всего года вы можете использовать как аперитив соки или фрукты кислого либо кисло-сладкого вкуса овощные отвары крепкие бульоны можете использовать чаи из пряных или пряно-ароматических растений вы усиливаете аппетит получаете улучшение процесса пищеварения и больше пользы от принятой пищи то в любой период года за исключением лета можно использовать алкогольные напитки да они тоже работают как аперитив но летом ни в коем случае потому как калорийность количество калорий которые находятся в одном грамме спирта 7 килокалорий и эти калории вы не можете запасти в виде энергии организм пытается от них избавиться а летом в жару терморегуляция работает с напряжением а вы не создали серьезную проблему подкинули дополнительное количество калорий которые нужно удалять здесь и сейчас здесь перегреться легко то время как углеводистая жирная пища они в виде тепла дают вам всего около 1 килокалорий белки сложнее от них вы получаете около пяти килокалорий но если алкоголь дает калорий быстро и сейчас то белки о правильном контроле которых я сказал в начале видео дают относительно медленно но на протяжении длительного периода времени если вы белками можете научиться управлять то алкогольные напитки лучше не рисковать лучше исключить полностью больше информации про правильное питание по опубликовано в одной из моих книг что делать если у вас есть печень относительно недавно вы видите вышла еще одна книжка что делать если у вас есть печень и почки она в несколько крупнее потолще тут больше информации ну понятно что две почки добавились системе питания и как вот правильно комбинировать другие составляющие здорового образа жизни чтобы и правильно обеспечить питание и правильное очищение своего организма в этой новой книжке тоже есть также есть условия как делать безопасной воду есть разные возможности улучшить качество воды которую вы используете они также в этой книжке присутствуют вот на этой положительной ноте позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычными подписчикам моего канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения и пока вы думаете кому отправить ссылочку на это видео я подумаю какое еще видео написать на эту тему для вас до новых встреч на моем канале